Неравнодушные куряне и эксперты разделились на несколько групп. Предложения по проекту генплана высказывали по очереди. Одно из первых – сделать на площади Перекальского транспортную развязку с пятью подземными пешеходными переходами. Следующий момент – это транспортная развязка улицы Запольная и Верхнего Лугова, это тоже напряженный узел, который будет рассматриваться как перспектива. И третий момент – это Львовский поворот, точно так же транспортная развязка с устройством путепровода. Все это будет внесено в дополнение к существующему генплану. Участники обсуждения раскритиковали возможное строительство автотрассы на улице Панеровской. Вместо этого предложили сделать сквер. На территории недостроя рядом с перинатальным центром возвести поликлинику. Самое большое количество нареканий у горожан вызвало состояние дорожной сети. По Булакова в мост три полосы упираются в две. Энгельсы вообще можно, я думаю, что до четырех полосок каждую сторону расширить. Там рядом с трамвайной линией газон позволяет. А мост необходимо реконструировать, потому что вот три полосы упирающиеся в две действительно создают проблему. Сбор предложений по генеральному плану города продлится до 30 июня. Их систематизируют и отправят разработчикам проекта. Предложений очень много. Предложений много по функциональному зонированию. Каждое надо просмотреть, рассчитать, подложить экономику. Поэтому три месяца, я думаю, что разработчикам необходимо будет. Мы надеемся, что в более ускоренном режиме они будут работать, потому что у нас муниципальный контракт. Окончательный вариант проекта Генплана с учетом всех замечаний представят Куряном осенью. Его подробно рассмотрят на публичных слушаниях. Станислав Костиков, Семен Ковтанюк. События дня. Субтитры создавал DimaTorzok